С погибшим во время хлебного перемирия украинским солдатам попрощались с Жовкио на Львовщине. 27-летний Владимир Турчин получил осколочное ранение в Майорске. Боевики вели обстрел, прикрываясь мирными жителями. Эту тактику они применяют уже не впервые. Наш военкор Ирина Баглай продолжит. Этот участок дороги Майорска-Горловка подконтрольный еще Украине. Здесь вот такими табличками обозначены опасные места. Нежелательно заходить в лесопосадку. А вот за нулевым блокпостом, нейтральную зону, боевики для местных жителей превратили в смертельную ловушку. Пункт пропуска Майорска открывается в 6 часов утра. Устоявшийся режим хорошо известен боевикам, но со своей стороны они начинают пропускать гражданские машины на час, а то и два раньше. Проезд не открывается, но ДНРовский пост пропускает умышленно людей и выстраивается в ожидании пропуска на нашу территорию. Дальше происходит обстрел наших позиций. Назад людей уже они не запускают. Во время такого последнего обстрела боевиков вражеские снаряды пролетели буквально над головами мирных жителей. Никто не пострадал. А вот для военнослужащего 128-й горно-пехотной бригады Владимира Турчина эта стрельба стала фатальной. Молодой парень, у которого должна была быть свадьба через две недели. Девушка беременная. Боевики подогнали две БМП-1 по армейской копейке и выпустили большую часть снарядов 73-го калибра по дороге, к которой ездят люди. Где угол глузы, это значит снаряд заходит вниз. В копейке есть такая специфика. Больше половины идет сектором направлено где-то 180 градусов. Вопреки опасности люди продолжают пересекать условный кордон. В основном едут за украинскими продуктами. Боинцы. А что делать? А продукты покупаете? Обязательно. А почему обязательно? Потому что мы украинцы и любим украинские продукты. А дешевле? Дешевле. Дешевле. Ну, так вот, если подсчитать, а сколько? Два раза все два. Продукты проблема номер один и для жителей прифронтового Майорска и Зайцева. Единственный на 10 километров магазин закрылся. Приходилось ездить и в Бахмут. Ездим за хлебом. 25 гривен туда, 25 обратно. На помощь местным пришли свои же земляки. Открыли ларек продуктов первой необходимости. На первом месте хлеб. Вот свеженький, мягенький, вот черный бородинский. Не нужный. Не нужный. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова